ГАЗ-51 во всех своих вариантах и разновидностях машина для отчизны знаковая и знакомая всем и каждому. Унаследовав знакомые линии кабины Студера, газон встал на конвейер Горьковского автозавода ещё в сороковых и продержался там до 1975 года. На просторах бывшего СССР не было человека, который не встречал бы эти грузовики. Причём они и в 80-х колесили по дорогам и весям, и в 90-х трудились, и в 21-м веке эту машину ещё можно встретить на дорогах, причём вовсе не в рамках пробега любителей автостарины. Во времена Союза модель этого легендарного грузовика в промышленном виде так и не освоили, но кустарные мастерские конечно же выпиливали и отливали ГАЗ-51 во всевозможных видах. Порой криво, порой не очень похоже, иногда вполне прилично, но всегда дорого и недоступно. Модели эти надо было сложными путями вылавливать или заказывать по не менее сложным схемам, в которых каждый участник ещё и подзаработать собирался. Так что в 2010 году, когда засветились первые прототипы ГАЗ-51 от Deep Models, собиратели живо заинтересовались. Century Dragon, который делал модели для питерских товарищей, был коллекционером уже известен своими грузовиками, да ещё и Максим Шелепенков взялся консультировать производителя. Результат обещал быть неплохим. Но то ли консультант из Шелепенкова получился так себе, то ли снова во всём виноваты китайские товарищи, но первая партия грузовиков от Deep Models немного шокировала собирателей ошибками и недочётами, основным из которых был тупоносый капот, который в определённых ракурсах просто убивал модели ГАЗ-51 и ГАЗ-63, которые сделал Deep. Шелепенков изо всех сил защищал форму капота на форумах, грузовики всё равно раскупили, но питерским товарищам хватило силы воли и остроты зрения, чтобы разглядеть суть претензий и таки исправить этот пресловутый капот. Другие искажения кабины никуда не делись, но, как часто в нашем масштабном деле бывает, альтернативы особой не было, да и уровнем проработки и качеством изготовления модели Deep конечно подкупали. Никто так не делал ни до них, ни после. Вторая партия газонов была и в цветах более привычных и точных, и с капотами исправленными, но сегодня речь не о них. Вдобавок к бортовым машинам Deep выбросил в продажу фургон на базе ГАЗ-51А с рекламой пива. Случилось это в конце 2011 года, и модель эта стала отличным подарком под Новый год для многих собирателей. На этой модели ведь и кабина была раннего образца с имитацией заклёпок на обшитых металлом дверях с деревянным каркасом, плюс надпись «Автозавод имени Молотова» на боковинах капота, и сам фургон выглядел неплохо. Да ещё из всех возможных рекламных расцветок, известных по цветным фотографиям, Deep выбрал именно пиво, подкупив огромную часть собирателей только этим. Бадаевская оригинальная, родом из начала шестидесятых, на фургоне действительно смотрелась неплохо, да и сама модель, окрашенная в разные цвета, с трафаретной эмблемой на кабине и мелкими деталями была чертовски хороша. Хотя и к формам кабины претензии остались, и сам фургон можно было покритиковать, и заклёпки эти на дверях получились гипертрофированными, и замки капота огромные, и кронштейн-зеркало толстенный, и колёса поворотные у этих моделей поворачивались на очень малый угол, и снизу в раме торчала россыпь винтов. В общем, при желании здесь можно найти было огромное поле для критики. Да вот только желания такое мало у кого возникало, ведь модель подкупала уровнем изготовления, ГАЗ-51 в ней вполне узнавался, альтернативы среди промышленных моделей ещё не было, да и кустари такой пивной фургон не делали. И надо отметить, что цена этих моделей хоть и была немалой, ведь фургон тогда стоил 2750 рублей, но и рубль тогда был заметно крепче курсом, и было это меньше 100 долларов, и зарплаты росли, и свет в конце тоннеля виделся уже совсем близко, и многие собиратели в итоге такой фургон на полку поставили. Кто-то из-за пива Бадаевского, кто-то из-за яркой, но вполне реальной расцветки, а кто-то просто решил собирать все модели Дип, подряд. И питерские товарищи чуть позже пойдут навстречу чаяниям собирателей, удачно воспользовавшись набором цветных фотографий с этими фургонами. Нынче их выпущена целая россыпь, и на полке эти ряды рекламных газонов выглядят очень привлекательно и даже празднично. Но этот пивной был первым, и видимо сделан был самым большим тиражом, продавали их долго и в коллекциях встречается это пиво чаще других. Но вообще с этими моделями от Дип связано много ожиданий и немало разочарований. Например, мусоровоз на базе ГАЗ-51 питерские китайцы так и не осилили, видимо слишком сложная для литья и смолы надстройка оказалась, ну или ещё какие-то неведомые причины помешали. И несмотря на большие тиражи всех этих фургонов и прочих вариантов газонов, дело так и не дошло до исправленной версии кабины. Новые надстройки снова выходят с уже знакомой и, к сожалению, далеко не самой точной кабиной. Пишите в комментариях, что думаете про эти рекламные окраски советских фургонов на базе ГАЗ-51 и про их масштабное воплощение питерскими товарищами из Deep Models. Какие из фургонов стоят у вас на полках и есть ли среди них этот пивной? Но раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время найти и прожать какую-нибудь кнопку под этим видео. Там есть и лайк, и дизлайк, и отдельные для спонсоров, и специальные для тех, кто ещё не подписался на канал. А если остались силы, листайте дальше. На этом канале и ГАЗ-51 встречается, и модели Deep ещё имеются. Да и вообще старых советских грузовиков здесь полным-полно. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»